Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Ведьмака, мы находимся в доме Абига в этой серии, я обещал решить проблему с Алиной. С действительностью, чем при жизни. Поэтические доводы должны убедить ее и задержать так долго, чтобы она увидела свою проклятую сестру. Лютик для этого прекрасно подойдет. Удачи, Ведьмак! Мы будем петь песни для мать его привидения. А нет никаких магических заклинаний, чтобы просто отрубить ей башку, руки, ноги и вообще саму ее располовинить на столько частей, чтобы она, сука, не смогла вернуться. Ладно, давайте петь песни. Лютик, ты вообще мне должен, поэтому... Так, Юлиан. Геральт? Ну, типа, окей. У тебя... Нет, у тебя не наспавнилось. Окей. Эм... Письмо? Мне нужно ответить на... У меня при себе есть пергамент и перо. Можешь пока придумать начало. Дорогая Шань. Пусть. Дорогая Шани. Ваш роман процветает. Закрепасть. Рад за тебя, Геральт. Не начинай. Что дальше? Что-нибудь насчет Альвина? Наверняка она о нем волнуется. Ещё можно попросить её немедленно уведомить Фольтеста о планах Адды. Возможно, это её заинтересует. Садись и пиши. А рыбак доставит письмо в Изим. Не двигаться! Ага. Получено письмо Шани. Значит, придётся заглянуть ещё... К рыбаку. Такс. Мне нужна твоя помня. Нет проблем. Мне нужна поэма. Или баллада. Одно из двух проблем. Не надо знать, для кого я пишу. Для Алины. Разве она не выходит послезавтра замуж? Что ж, дура, блядь. Итак, о чём должна быть поэма? О смерти. Дух Алины витает в полях. Она должна осознать, что она мертва. Не каждый день такие указания поступают. Но ведь я профессионал. Ещё пожелания будут? Не провоцируй её. И без всяких там шуточек. Она очень опасна. Мне нужно время. Поэма должна быть готова к закату. Встречаемся на полях до наступления темноты. Я могу чем-то помочь? Блин. Походу придётся сразу горбатить туда. На полях. Ну да ладно. Письмо я успею отправить, думаю. Или нет. Но одно из двух. Ладно, давайте. Пропущу, пожалуй, эту дорогу. Потому что, ну, всё-таки смотреть, как медленно прогружаются текстуры и беготня по полю, это не очень интересно. Видимся уже на Кургане Алины. Ну мы где-то, где-то возле. Где-то недалеко от. Тут, блин, полуденцы шляются. Блин. Я думаю, я тут поднимусь. По крайней мере, хочу на это надеяться. Да. Замечательно. Ну что, Лютик. Ты мне нужен, мать твою. Где этот мудацкий Лютик? Это Альбин. Мне нужен Лютик. What the fuck вообще? Чёртов придурок. Ты же сказал ему, побыстрее. Ага. Ладно. Два часа. Надеюсь, он успеет прийти к этому времени. Лютик. Не запари мне. Нет. Ну, видите. Ну, его тупо нет. Вот тварь. Вечером. Окей. Вечером так вечером. Вон он. Бежит. Бежит. Долбаный ублюдок. Лютик, какой ты, сука, медленный, а? Бодрее. Смотри, какая красота есть. Вообще. Поэма, блядь. Как там поэма? Может, перенесём всё это на завтра, а? Ты чё, херил? Таким поздно. Придётся тебе импровизировать. Мил старь, Лютик. Вы ведь будете играть у меня на свадьбе? Мы с Геральтом сочинили небольшую поэму на два голоса. По голосу? Он мёртвое тело. Он мёртвое тело. Живы надежды. И труп оживился. Память зажглась путеводной звездою. Видишь, он в юность свою возвратился. Ищет лицо дорогое. Затрепетали и губы, и веки. И появился в глазах жизнь и признак. Снова он здесь. Хоть не здесь он навеки. Что он такое? Это призрак, он блядский. Хватит. Хватит. Селина убила меня. Моя душа не обретёт покоя, пока моя смерть не будет отмщена. А это шо, блядь, по-твоему? Смотри. Две сестрицы красавицы. Алина, это я, Селина. Видишь, теперь ты отмщена. Селина, не вини себя. Я знаю, ты не хотела меня убивать. Ах, Алина, мне так жаль. Правосудие свершилось. Я обречена бродить ночами по полям. На скончание время. Не так плохо, если удалось снять проклятие с Алины, есть шанс. Ты поможешь мне, ведьмак. Я попробую. Ну, да. И чё, теперь? Чё, с кем мне там нужно встретиться? Ага, встретиться с Юлианой. А с тобой, полуночница, я не могу поговорить, получается, да? Лютик. Погоди. Лютик. Это ещё что такое было? Неплохо получилось, правда? Я бы тебя предупредил, но на меня вдруг... В следующий раз избавь меня от своих вдохновений. Но ведь сработало. Я напишу об этом эпическую балладу о народных обычаях. Чёртов стихоплёт. Ну, ладно. А куда пошла полуночница? Ну, разговаривать я с ней не могу, явно. Ну, ладно, в принципе, чё? Чё нам остаётся-то? Осталось только доложиться, в принципе, Юлиану. Давайте этим и займёмся. Я думаю, он обрадуется всё-таки тому, что душа его любимой упокоена. Я думаю, с Селиной у меня такого не получится провернуть, но... Да и стараться не буду. Потому как всё-таки основной квест пройден. Ну да ладно. Юлиан, есть новость. Геральт? Я сделал всё, что мог для Алины. Как это случилось? Душа Алины обрела покой. А Селина, я ничем не мог ей помочь. Благодарю тебя, Геральт. Я опустошён. Всего несколько дней назад я был счастливейшим человеком, а теперь... Не знаю. Возможно, мне стоит вернуться в кавир? Да. Кто обо мне не спрашивал? Нет. Ах, да. Конечно. Король рыбак. Кажется, он хотел тебя видеть. А как он это сказал? Я к нему зайду. Он же... Прощай. Не мой. До свидания. Ну ладно. Я в любом случае собирался к королю рыбаку. То есть, мне нужно передать письмо для Шани. Ну хорошо. Абигайл. То есть, в принципе, с тобой уже ни о чём нельзя поговорить. Ну да и ладно. Я бы ещё с тобой переспал на прощание, но... Видать, не судьба. Так. Так. Ах, хорошо. Займёмся, пожалуй, королём рыбаком. Займёмся владычицей озера. Я думаю, у неё ещё будет какой-то квест. Всё-таки мы примирили. Уже и людей, и водяных. У них всё должно быть хорошо. И корова цела, и водяные сыты. Так, сном по пути, в принципе, попробуем поговорить с Берингаром. Потому что всё-таки квест мы выполнили, и нам по пути. Господи, лучше бы ты сидел уже в таверне и пил, понимаешь? А то просто... Я понимаю, на огонь можно смотреть бесконечно. Но, блядь, ты уже смотришь много-много времени. Хватит жрать, мать твою! Бруна спала. Фига, он там мутит, короче. Сальтухи на ровном месте. Ё-моё. Вообще ненормально. Такс. Я думаю, мы успеем, в принципе, сплавать к владычице. Сейчас мы поболтаем с рыбаком. А как он сказал вообще? То есть, он же ж немой. Доставишь... Так, подожди. Я установил перемирие между людьми и водяными. А также победил догона. Ага. Опять нечего сказать. Ага. А попробовать? Короткое волшебное слово. Я знаю, ты можешь. Ох, ммм. Ну, давай. А то я решу, что ты ворчливый пердун и недоумок. Хмм. Ворчливый пердун и недоумок? Я просто не вижу нужды болтать просто так. Если мне нечего сказать, я молчу. Так ты не немой. Может, я и не самый разговорчивый рыбак на свете, но ворчливый пердун и недоумок? Это уж слишком... Понятно. Знаешь, какой молодец. Не стоит благодарности. Ха-ха-ха. Такс. Письмо доставишь? Мне нужно доставить письмо в Изиму. Спасибо. Что там такое? Ты вроде хочешь что-то сказать. Хмм. Совсем не понимаю, чего ты хочешь? Ууууу. Ладно, я попробую догадаться. Влад... Ага. Тогда я пошел. Богиню нельзя... Ну, ладно. Короче, поговорили, да? Ну, вот и пришло время, в принципе, пообщаться с владычицей. Да емая. Да тут Геральт же ж проходил. Я помню. Я... Мать твою. А, вот. Вот здесь. Окей. Поплыли. Поговорим с владычицей озера. Может, она все-таки надумает нас чем-то наградить? Дагун мертв. Перемирие установлено. Я думаю, это повод. Диана. Подожди-ка. А, 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 а? Правда? Угу. Алтарь Дагона. Почему-то мне хочется назвать его Меруносом. Для тех, кто не в курсе, Мерунос Дагон, даэдрический лорд. Хаоса, по-моему, да? Как-то так это называлось. Скайриме. Ну и, естественно, главный босс... А, в Обливиане? Атаки, типа, вообще коренным образом поменялись. Не знаю, что я прокачал. Так, мне нужно зайти к трактирщику. Но я думаю, я не успею. О, Виверна прилетела. Блин, а че у вас там так дофига-то? А, во, жрец водяной и анатом. Как на вашем языке будет ведьмак? Как будет ведьмак на вашем языке? Ведма-лол-бул. Ведма-лол? Ведма-лол-бул. Бул должно быть. Если нет бул, означать идиот. Ага. Значит, я ведма-лол-бул. Да, как-то и быть. Ха. Ладно. Все в порядке. Владыщица радоваться, мы тоже радоваться. Даже люди радоваться. У-у-у-у. Я рад. Май говорит. До свидания. Хорошо, поболтали. Да. А, куда-то желаю отправиться. А, это типа можно погнать по поводу Грааля. Госпожа, мне было знамение, и я желаю отправиться в... Геральт, предупреждаю тебя. Это шутка. Шучу. Отшельник помог мне понять нечто важное. Расскажи мне. Вскоре я уйду отсюда. Не знаю, удастся ли мне найти свой Грааль, но я должен. Я не стану тебя задерживать. Мне понятно твое горе, твое одиночество. Если я хоть чем-то могу помочь... Прекрати относиться ко мне как к богине. Последователей у меня достаточно. Не надоело, что на меня смотрят лишь как на идола. Госпожа, простой люд. Они не понимают. Я их не осуждаю. Но вернемся к твоему желанию мне помочь. Начнем с того, что ты сделаешь мне комплимент. В этом я не специалист. Госпожа, твоя мудрость уступает лишь твоей доброте. Достаточно. Я предпочту не верить, что недостаточно привлекательно для тебя. Я просто спешу все на твою знаменитую нерешительность. Госпожа, твои глаза сияют словно звезды. Далекие и холодные? Слабовато ведьмак. Ну да. Твоей заднице позавидует любая. Ну это перебор. И еще ни разу мне не делали подобных комплиментов. А лет мне уже немало. Мои храбрые рыцари восхваляли мои душевные качества. Хотя я видела, куда они пялятся. Тем не менее, Геральт. Не меняй голос. Ты че, страшно? Или сам догадаешься? Да я догадливый? Вот, еще одна. Деточка, у меня коллекция. Замечательно. Так, 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 так. Подожди, подожди. Мы еще не закончили. Почему именно король рыбак? Почему именно король рыбак? Хм, Шьенас говорила, что ты умен. Но говоришь, что как самый типичный мужчина, считающий свою любовницу собственностью. Госпожа, я. Ты, видимо, считаешь себя единственным, наилучшим, наибольшим. Госпожа. Все мужчины одинаковы. Да я просто спросил. Я не хотел тебя беспокоить. Не обижайся, ведьмак. Ты слишком стар, чтобы обижаться по каждому поводу. Не каждый способен стать королем в спальне. Я ухожу. Шучу. Было не так уж плохо. Теперь мы в расчете. Эх, ладно. Госпожа, похоже, в темноводье нуждались в моей помощи. Это правда. Поэтому тебя привело сюда предназначение. Мы должны поговорить. Естественно. Я богиня. Ты меч предназначения. Смерть уже много лет идет за тобой по пятам. Возможно. У меня есть для тебя дар. Дар владычицы озера. Он поможет тебе исполнить свое предназначение. Что это за дар? Серебро. На колени, Геральт из Ривии. Ты прошел долгий и опасный путь. Ты проявил храбрость и доброту. Я произвожу тебя в рыцаре. Без страха встречай своих врагов. Защищай слабых. Не лги даже под угрозой смерти. Вот твоя клятва. Я посвящаю тебя в рыцаре. Белый волк. Впереди у тебя долгий путь. Я вижу смерть. И кровь. Я вижу снежную бурю. Прими меч в знак моей симпатии. Это был меч великого воина. Он века лежал в глубинах, ожидая тебя. Госпожа. С этим мечом ты исполнишь свою миссию. Спасибо, госпожа. Иди, белый волк. Сделай, что должен. Да сбудется твоя судьба. О, там сундук, там сундук. Блин, а как туда попасть-то? А че, че у меня тут за квест? Че, че мне тут надо сделать? Я правильно сделал, что пришел к лудычице озеру. Ну, окей. А вот он. Да, 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 да. Супер. Просто супер. Ладно, пора возвращаться. В любом случае. Меч этот намного лучше, чем был мой стандартный серебряный. Так, а это че? Ага, это останки обычные виверные. Ладно, погнали. Че, нам нужно возвращаться, в принципе. Поздавать еще некоторые квесты. Если я успею, конечно. И, вроде, никаких неописей тут нету на берегу. Василийский только. Поэтому, я думаю, стоит возвращаться. Хотя, не, вот смотрите, кто-то возле лодки стоит. Или кажется. Не, Берингар. Берингар? Я рассказал главному, как найти Каэр Морхен. А потом я помог им в их исследованиях. Я охотился на зверей из предместья, когда они схватили меня. Я спасся. И потом работал с Калькштейном, чтобы пробраться в башню на болоте. К сожалению, они нашли меня. И во второй раз были уже совсем невежливы. Чтобы спасти свою шкуру, я согласился найти для них Альвина. Зачем ты мне это рассказываешь? Я хотел тебе в лицо сказать. Увидеть этот знаменитый ледяной блеск. Зачем? Не мне тебя судить, Берингар. Не мне тебя судить. То есть, ты понимаешь? Ты не обвиняешь меня? Конечно, нет. Я не могу одобрить твой выбор, но я понимаю. То есть? Делай то, что считаешь нужным. Я не твоя нянька. Возьми это. Мы еще встретимся, белый волк. Письмо Берингара. Книга Грома. Слизь Дагона. Так, Берингар ушел своей дорогой. Вряд ли я его еще повстречаю. Хорошо, давайте это прочитаем. Слизь Дагона. Книга Грома. Ага, это новая типа. Элики. А что за письмо-то? Я всегда считал, что ведьмаки... То есть это какое-то откровение, последние слова его. Я потом уже, пожалуй, его прочитаю. Прощай, Берингар. Несмотря на то, что в твоей жизни были ошибки, ты великий воин. И неплохой ведьмак. Нельзя судить его стремление быть обычным человеком. Так же, как и нельзя винить его в том, что он просто хотел выжить. Поэтому давайте сварим себе один мутаген. Прокачаем таланты. И отправимся. О, три штуки. Замечательно. Ловкость. Так, давайте прокачаем все-таки сталь. Господи, Сусе, хватит лаять. Групповой стиль. Замаксим его, так сказать. Быстрый стиль. Силовой стиль. Быстрый тут замакшен. Вот тут еще только не замаксил эту способность. Давайте вот эту способность еще вкинем, да? Чтобы было все-таки. Тут все прокачано. Тут все прокачано. Тут все прокачано. И тут все прокачано. Давайте кровопотерю туда. Вкинем. Тут вообще на трешку не прокачан. То есть силовой стиль. То есть силовой стиль вообще тяжелым оружием у меня очень говняно развит. Ну да ладно. Арт. Игни. Квен. Время действия давайте прокачаем на Квен. И пожалуй все. Не, не все. Зелье Рефарда Белого. Глаз Химеры. Гром. Кошка. Повышает регенерацию. Помощь Голема. Слизь. Догона. Что она дает-то? Бутагенный эликсир позволяет купить улучшение силы регенерации. А ну-ка. Сила. Жажда битвы. Хмель. Ваат. А хер его знает. Давайте в принципе зафигашим в телек. Почему бы и нет. И, наверное, еще одну ласточку. Или две. Лучше две, да? Страж... Это бомба. Ладно, до утра. Посмотрим, что за мутаген. Еще раз, да? И все, воролы, будем на этом заканчивать. Время, время, времечко. Такс. Тупейчу. Истинный дар. Без понятия вообще, что оно мне дало. Шесть штук. Замечательно. Замечательно. Такс. Давайте посмотрим, что там все-таки за истинный дар. Да, вот это он. Работает только, когда у Внимака менее 20% здоровья. Ну, типа, окей. Ладно. Тут прокачано, тут прокачано, тут прокачано. Силу я только вот плохо прокачал. Но да пофиг, я все равно с упором в ловкость буду играть. Играю с упором в ловкость. Иммунитет к ослеплению надо было бы еще прокачать. Но это такое. Все золотые таланты придется все равно вкидывать сюда. Что же, дорогие друзья, на этом, пожалуй, все. В этой серии мы довольно многое сделали. В следующей мы уже отправимся на берег озера завершать свои дела там. А на этом все, пожалуй. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до новых видео. Всем пока.